Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. И сегодня мы будем читать 113-й псалом. Это хвалитный псалом. Он рассказывает о том, как вся земля с трепетом встречает Господа, когда Он ведет свой народ по пустыне в Ханаан. В христианском понимании Ханаан — это царствие небесное. Странствование по пустыне — это наш век, который мы проживаем здесь на земле. Следовательно, проход сквозь Черное море — это христианское крещение. А избавление от Египта и фараона — это избавление от власти дьявола и от царства его. Этот псалом аллилуарный, он предписанием имеет слово «Аллилуйя». И начало этого псалма, первый стих. Кстати, надписание «Аллилуйя» есть только в септуагенте славянском, возможно, в вульгате, блаженного иеронима, но этого надписания нет по-еврейски. И начало псалма. «Дома по исходе Израиля из Египта, дома Иакова из варварского народа». Вот здесь очень важно, что говорится об исходе Израиля из Египта, дома Иакова. Почему это важно? Потому что употребляется имя этого народа, оно же собственное имя Иакова — Израиль. Таким образом, Писание говорит, что они сподобились исхода из Египта, потому что они не отказались от своих имен. А они сохраняли свои имена, имена еврейские. Имена, как и мы, христиане, всегда возражаем против того, когда коверкают наши христианские имена, или тем более наше имя, то или иное святое имя, хотят заменить какими-то там цифрами, какими-то начертаниями. Это для нас тоже недопустимо. «По исходе Израиля из Египта, дома Иакова, из варварского народа, Иудея стала святыней его, Израиль — областью его». Иудея — это место, где будет построен храм. Поэтому Иудея стала святыней его, а Израиль — областью его. То есть Бог обитает в своем народе. Это же говорит о Христос словами, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди. «Море увидело и побежало, и Ордан возвратился вспять». Море увидело и побежало, когда раступилось перед евреями, когда они выходили из Египта, а и Ордан возвратился вспять, когда во дне Иисуса Навина народ Божий входил уже в саму землю обитованную. И в том и в другом случае люди входили и выходили по сухой земле. Выходили из Египта, когда море разошлось, входили в землю обитованную через Иордан, тоже по суху, когда Иордан возвратился вспять. «Горы прыгали, как овны, и холмы, как ягнята у овец». Горы — это символ народов, племен, которые действительно были напуганы, и все эти горы, холмы скакали, как ягнята у овец. Потому что все народы пришли в трепет, услышав о десяти казнях египетских и о том, как евреи прошли сквозь Черное море. «Что с тобой море, что ты побежала?» Это можно перефразировать. «Что такое произошло с тобой, Египет, что ты испугался?» «И что с тобой, Иордан, что ты возвратился вспять?» То есть здесь прохождение через Иордан — это страх для народов Ханаана, которые возвращаются вспять, то есть теряют эту землю. «Что с вами горы?» То есть надменные гордые народы, «что вы запрыгали, как овны, и холмы, как ягнята у овец». Горы — это народы, холмы — это племена. «От лица Господа подвинулась земля от лица Бога Яковлева». Потому что если бы евреи просто шли как народ, ничего бы такого не происходило бы, но все это совершалось от лица Господа. «Обратившего камень в озеро воды и несекомый». То есть здесь имеется в виду, как Феодорит настаивает, крутой, утесистый, отвесный, буквально с края отрезанный, по твердости, не допускающий сечения. «Обратившего камень в озеро воды и несекомый». То есть, который нельзя было скрушить этот камень. А благодатью Божией в источнике вода из него потекла. «Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу, по милости Твоей и истине Твоей». То есть люди не смогли бы одержать такую победу. И Золотаус пишет «по милости Твоей окажи нам помощь». То есть продолжает дальше миловать нас, так как ты миловал отцов наших в прежние времена. «И слава принадлежит не нам, а имени Твоему дай славу, по милости Твоей и истине Твоей». Пусть никогда не говорят язычники, где Бог их, как сейчас мы тоже можем слышать, когда нам говорят, а где Бог твой, Россия, что ты со всех сторон окружена врагами, что тяжелое какое-то бедственное положение многих людей. Но на самом деле Бог не в силе, а в правде. И то, что для некоторых выглядит как тяжелое положение людей, это то смирение, которое Господь посылает нам, чтобы мы не превозносились. А жизнь в богатстве – это зона риска. «Бог же наш на небе и на земле», то есть превознесенный выше небес, он управляет и землею. Все, что захотел, сотворил. То есть как он сотворил солнце, луну и звезды на небе, он сотворяет свой мир здесь, на земле. «Идолы язычников, серебро и золото, дела рук человеческих». То есть все это прекратится. Эти идолы уста имеют, но не проговаривают, глаза имеют, но не увидят, уши имеют, но не услышат, ноздри имеют, но не обоняют, руки имеют, но не осижают, ноги имеют, но не пойдут, не издадут голоса картанью своей. Подобно им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. То есть в день суда, когда стыд великий завладеет идолопоклонниками, они будут, как их идолы, они молча будут стоять, как их истуканы, и боятся смотреть на Господа и на святых его. Дом Израилев уповал на Господа, то есть в противоположность идолопоклонникам верующие уповают на Господа. Он помощник и защитник для них. Дом Ааронов уповал на Господа. А если Дом Израилев не вмещает в себя Дом Ааронов, а о чем же это? Это о том, что священники более усердно, чем миряне, уповают на Господа, потому что все их служение зависит от Бога. Он помощник и защитник для них. Боящиеся Господа уповали на Господа. Он помощник и защитник для них. Боящиеся Господа — это тоже особый тип людей, но они выше как бы Израиля и выше священнического чина. Потому что боящиеся Господа — это трепещущие перед Его волей и боящиеся хоть как-то ее нарушить. Господь, вспомнив о нас, благословил нас, благословил Дом Израилев, благословил Дом Ааронов. То есть Господь благословляет и мирян, и священников. «Благословил боящихся Господа малых и великих». Малых и великих, то есть это имеются в виду «юные с престарелыми, изобилующих богатством и живущих в нищете, отличных свободы и влачащих их рабство». Такое объяснение предлагает Феодорит Кирский. Главное, что они боящиеся Господа, а то, что они малые и великие, это как бы уже второстепенно. «Да приложит Господь благ вам, вам и сыновьям вашим». Почему так сказано? Потому что если Господь приложит благо нам, но не даст ничего нашим детям, то какое же это будет для нас благо. «Благословенные вы Господом, сотворившим небо и землю». То есть иметь благословение от того, который сотворил небо и землю, это привилегия. «Превыше небо Господу, превыше небо Господу, а землю он дался нам человеческим». Вот, кстати, на основании этого стиха церковь делает вывод, что бесы обитают в пространстве между небом и землей. Потому что небо принадлежит Господу, небо Господу, землю он отдался нам человеческим, а бесы, сброшенные в пространство между небом и землей. Они потеряли небо, но не могут наследовать землю. «Не мертвые восхвалят тебя Господи, а не все нисходящие в ад». Здесь псалмопевец как бы говорит, «пока я жив, я восхваляю тебя и в душе своей, и в теле своем». Как и сказано в Новом Завете, прославляйте Бога в душах и телесах ваших. И последний стих. «Но мы живые будем благословлять Господа отныне и до века». То есть пока человек жив, он во всей целокупности своего бытия, дух, душа и тело прославляет Господа. И есть призыв, что надо прославлять Бога в душах и телесах наших, то есть всей своей жизнью, всей своей крепостью, кстати, крепостью – это значит детьми своими, мы служим Богу как семья, как народ и как отдельно взятые личности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok